Всем привет, с вами BeamerDog. Сегодня у нас русификация X5, CCC модуля. Я уже снимал три достаточно подробных видео про русификацию. Это будет последняя, финальная, четвертая. И тут я больше сделаю акцент на подготовке к самой русификации, что вам для этого понадобится. То есть очень важный элемент это именно блок питания. Его данные я уже до этого показывал. Найдете видео про обновление софта. Нам обязательно понадобится конечно же сам диск с сертификацией. У меня всегда записаны две копии одинаковые. Мало ли один, там царапины или что-то. Второй был запасной. Естественно лаптоп, при помощи которого будет произойдется кодирование, обновление софта. Icom. Без Icom тут не обойтись. Для Icom обязательно нужно будет вот мост-адаптер, чтобы работать по оптике. И соответственно кабель для моста и для Icom, чтобы подключить его к самому лаптопу. Ну теперь сейчас поставим все. Покажу в каком порядке все подключать. Буброводцы. И вот первым делом сразу подключаем тогда блок питания. То есть в этот раз снимаю весь процесс полностью, без каких-либо, скажем так, урезаний и так далее, чтобы потом было у вас меньше вопросов. Вот у нас блок питания. Подключаем его. Если розетки не достает, всегда можно использоваться удлинителем. Удлинитель никогда не помешает все прикрепить, что мало ли будет идти. Дернете, чтобы питание не оборвалось. Лишним не будет. Включаем блок питания в последнюю очередь. Теперь кидаем клемму у нас на плюс и на минус. Начинаем с плюса. Соответственно красный. Кидаем. Обязательно проверяем, чтобы у нас хорошо стояло. Ищем минусовую клемму. Вот у нас минусовая клемма тут есть. Кидаем. Минус. Все. Минус есть. Теперь что мы делаем. Мы выключаем розетку. Следующим шагом. Идем в машину и выпускаем зажигание. Включаем зажигание. Оставляем габариты. Можно выключить саму климат. Он не нужен. И только теперь будем включать сам блок питания. Включаем. Сейчас он запустится. Почему именно в таком порядке не настраивать? Теперь у нас все модули запитаны и так далее. То есть сейчас мы тогда амперас и вольтаж выставим правильно. Блоки питания бывают разные. Соответственно настройка у них разная. Так что поэтому не заморачивайтесь. Главное чтобы вы подавали в машину. До машины самой доходило 13,7-13,8 вольт. Не меньше. Учитывайте потери которые идут из-за сечения проводов. Такие нюансы. То есть если вы допустим дадите на машину 14 вольт. И потом проверите уже через ОБД разъем. Там будет в районе 13,7. Так что это будет то что надо. Ну соответственно нас подключен наш айкомчик к разъему ОБД-2. То есть если вы не знаете как это подключать не беритесь за русификацию. Первым делом что нужно будет посмотреть обязательно. Это залезть в настройки самого модуля ССС. И закодировать туда опцию 6УД. Как это делается рассказывал в своем третьем видео. То есть в этот раз повторять уже не буду. После этого нужно будет проверить нам прошивку какая уже в голове стоит. То есть до какого уровня она обновлена. Есть два варианта. Если она обновлена до нужного уровня. Тогда идет дальше прошивка чисто диском. Если не до нужного. Тогда нужно будет обновлять всю машину. При помощи айкома через оптику и так далее. Про это я рассказывал подробно в первом видео. Так что повторяться в этот раз не будем. И нам нужно будет тогда подключиться к машинке НЦС Эксперта. И добавить опцию русского языка. То есть все есть туда. Останется три языка. Будет английский, немецкий, русский. Это все останется. Так. Для этого нам нужно изменить комплектацию. Это у нас кузов Е70. И смотрим на что у нас по комплектации. С этого момента я уже обрезал видео. Так как много раз рассказывал про то. Как при помощи НЦС Эксперта. Добавить опцию 6УД в комплектацию. Залить комплектацию в машину. И какие модули после этого нужно закодировать. Если вы не смотрели видео. Все секреты русификации. Обязательно посмотрите. Там про это подробно рассказано. А сейчас переходим к следующему шагу. Проверка. Все ли мы правильно закодировали. Без этого. То что вы убедитесь. Что все прошло правильно. Нельзя переходить дальше к ратификации. Итак. Мы голову закодировали. Обязательно убедитесь. То что у вас. Прописалось туда русский. Убираем язык. Смотрим. Да русский присутствует. Если мы выберем. Что не изменится. Можно попробовать. Как видите. Все осталось на английском. Это у нас логично. То есть. Таким способом мы сейчас подготовили машину. Чтобы у нас была готова. Теперь нужно проверить. Именно. Что нужно заливать. Софт. Во всю голову заливать. Либо обойдемся только диском. Для этого отключаемся к машине импульта. Так. Ну вот. Заходим. Нас интересует. Эйдет функция. Функции. Для этого используетсяadowazon地 bitches. Нас интересуетQUE грузов массаж. Функция. Функция. Функция area. Функция area. Функция. Функция mamy guests. ФункцияHighnya. Функция Ф資일. 918-55-71. Еще раз сверяемся. Мост ГВ 918-55-71. То есть да, эту машину можно прошивать диском. Теперь остается только вставить диск и все, и процесс пойдет. Ну вот, мы убедились, что у нас голова прошиваться будет только диском. Обязательно нужно достать и извлечь все предыдущие диски, которые были там, аудио и так далее. Причем физически достать их оттуда. Иначе получится так, что можно опять диск съесть. Достать навигационный диск. Он нам тоже сейчас не нужен. И нужно будет вставить диск с русификацией. Вставляем диск. У нас верхний привод это CD, а нижний это DVD. Так, убедаемся. Нижний, да, все правильно. Ну вот, вставляем. И теперь пойдет прошивка головы. Это будет занимать примерно 45-50 минут. Ну вот, у нас пошла загрузочка. Этот процесс уже не раз снимался. В моих видео один по три про русификацию. Все нюансы про это будут там рассказаны, что как делаться. Ну вот, теперь остается только ждать. Для больших нюансов, как выполнять саму русификацию, то есть как прошивать модуль и так далее. Смотрите предыдущие видео. Ну и вот у нас все очнулось. Как слышим, у нас засыпало радио. Мы это сейчас отключим. Нас интересует, как все прошло. Настройки. Идем язык. Язык английский. Мы хотим русский. Оп. Вуаля. И у нас теперь все написано на русском. Все отлично работает. Так что смотрите все четыре видео. Сначала до конца. И вы тогда сможете при наличии всех всего оборудования сделать, скажем так, расфиксировать свой автомобиль. Понравилось видео? Подпишись. Узнал что-то новое? Поставь лайк. Ну а коль нужна помощь, обращайся. Контактная информация под видео в описании. Субтитры сделал DimaTorzok